так друзья здравствуйте сегодня я хочу вам рассказать про рынок nft и искусство и что это такое и с чем его едят и как сделать nft картинку например и вообще в целом про будущее этого всего этой всей движухи если вы задумывались или вообще хотите узнать что-то про это вот пожалуйста я решил сделать ролик я я записывал на ю тубе серию роликов про мой путь в современное искусство и внезапно я я там рассказывал про то как я хочу писать картины большие про всякая концепции про мои встречи с арт-менеджером как я что буду делать и вот внезапно мой путь берет такой очень резкий поворот в nft искусством а точнее крипто арт я сам никогда бы не подумал что я туда вдруг пойду и вообще я с криптовалюта никогда особо не был связан я конечно знал там про это все слышал но не не вкладывался и ничего особо но я такой думал но это типа для совсем умных чуваков я мне как бы разобраться бы с моими там обычными деньгами и вложений лучше уж уж пока не до криптовалюты в общем вот и вдруг внезапно мне пишет друг из америки англичанин пишет ты тебе нужно идти в нафте я такой что это такое он такой труд трудно объяснить по гугле бипл nft крипто арт сразу же гуглю и узнаю что и нафте это нам фанж был токенс это специальная штука чтобы как бы как будто подпись картинки цифровой то есть в двух словах это способ как сделать какую-то какой-то цифровой файл неважно картинка это видео какой-нибудь музыка или текст или что угодно это может ну в общем сделать это аутентичным и не не то что его нельзя скопировать его также можно скопировать миллиард раз сохранить на компьютер себе но вот именно файл который nfc он создается с помощью крипто с помощью блокчейна с помощью криптовалюты в каком-то смысле и в него записывается определенный код который показывает что он создан вот этим конкретным человеком художником или это музыкантом вот и вы когда его покупаете этот файл у вас всегда навсегда будет записано и никто никак это не сможет изменить потому что это в блокчейне остается навсегда и никак не связано ни с какими людьми что этот файл первоначально создан вот этим художником и вы его как бы приобретели теперь вы его владелец вы его также можете перри продать например или подарить кому-то и тогда будет записано что был у этого ну всего создал художник какой-то и потом вы купили его а потом перепродали вот такому то человеку в общем это все отслеживается очень сразу легко сразу это везде видно и записанным и по и таким способом цифровые файлы получают свою уникальность что раньше никогда не было раньше вот картина висит на стене и и и им видно что художник создал я конечно же можно подделать и все такое но вот подлинник создал художник там стоит его подпись все допустим знают что это этого художника картина и она вот имеет какую-то ценностью там защищают стеклом специальным в галереях и прочее прочее вот с цифровыми картинками такого не было никогда эту картину художника можно было сфотографировать она становилась цифровой и эту допустим цифровую копию можно было сохранить на комп переписать 10 раз просто поширить вконтакте там не знаю и она в общем плодится 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 конечно можно как бы проследить откуда она примерно была взята в начале вот если там очень сильно гуглить ну например с каким-нибудь мемом это вообще невозможно практически вот узнать кто когда-то первый его создал поэтому как бы это все копировалось или там музыка например или еще что то это все песни вот раньше там mp3 диски продавали все можно было копировать бесконечное количество раз эти песни всем своим друзьям раздать по ик-порту передать там по bluetooth или по еще чему-то таким образом терялась стоим терялась как бы ну да изначальная стоимость этого файла то есть человек что-то вкладывал деньги там какие-то на звукозапись тратил еще там что-то чтобы записать песню но потом или на картину например краски и прочие силы труд некоторые очень долго создают картины свои даже цифровые но потом как только он выкладывал это в интернет у себя с компьютера то все она разлеталась если картинка всем нравилось человек максимум приобретал известность какую-то и мог создать еще там картинки на заказ но как бы ее эту картинку бы никто не купил и и то есть просто допустим ты бы кому-то переслал эту картинку с вопросом хочешь купить а он ее себе сохранил и все она у него есть уже искал нет не хочу спасибо вот ну вот я так утрирую короче короче вот а с nft это это теперь вот их тоже можно копировать и все такое но это уже будет не nft это будет просто картинка из интернета скачанная вот а вот именно nft штуки их невозможно как-то украсть или копировать без без ведома автора вот в этом особенность и это все завязано на блокчейне а точнее на валюте эфир которая кстати русские по моему я создали в общем не на биткоине а вот именно на эфире это вторая по моему по популярности криптовалюта вот почему-то на ней как-то легче и выгоднее что ли его создавать в общем поэтому все связано с этим я еще раньше встречал я помню зимой летал кто-то там сочи читал журнале про про то что всякие бренды делают свою одежду виртуальную я такой как это все равно мне очень интересно и еще такой может что-нибудь сделать свою там футболку виртуальную конь но мне в общем всегда были интересны эти технологии но я не понимал как это работает и вот только сейчас когда появилась и насти я больше более разобрался про это все в общем где-то месяца два назад случился бум этого это было уже давно в смысле и насти ты изобрели давно довольно по моему почти там сразу как криптовалюту но бум случился недавно когда стали покупать мемы там нянкет например купили там за сколько-то миллионов тысяч долларов картины художники стали продавать например бипл и есть такой художник он за 69 миллионов продал коллаж из 5000 своих работ он каждый год каждый день выкладывал по работе в инстаграм у него ну 2 миллиона подписчиков конечно все клёво но в целом он продавал только эти всякие там принты и прочее для особо ярых фанатов так в основном просто люди смотрели что он выкладывает и нормально вот а тут когда появился криптоарт он такой а буду-ка его продавать свои работы через криптоарт и вот он коллаж из 5000 работ своих сначала он просто какие-то работы продал и вот уже когда я стал этим интересоваться случился аукцион где он продал за 69 миллионов долларов коллаж из 5000 просто работ которых он с 2017 года делал каждый день вот это таких цен нету даже в искусстве в этом настоящем не в современном ни в каком за 69 миллионов я даже не знаю какую картину можно купить да винчи там не знаю но в общем этом рекорд мне кажется вряд ли его уже побьют потому что постепенно хайп такой проходит она то есть хайп не проходит становится очень много художников люди перестают такие бешеные деньги вкидывать в это все вот но тем более тем не менее прецедент создан про это все написали газеты и вообще все 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 рассказали все блогеры про это и я уже к тому моменту просек чё куда стал тоже уже создавать свои работы на вке к тому момент как уже стали блогеры про это говорить и тут хлынула вообще волна у нас из из художников из русских брик спейсер по моему один из первых хайпануть успел на этом деле он сделал крипто работу посвященную навальному и беспорядком там которые недавно митинги были феврале по моему когда его сажали он сделал работу и тоже продал за 20000 по моему что-то такое долларов вот это был русский первый такой прецедент крупный вот ну потом конечно туда все полезли по красном пас из иностранных знаменитостей граймс больше всего больше всего продается и нафти жена элона маска между прочим всякие там викинды альбомы стали выпускать музыканты с помощью этого дела и пошло-поехало вообще уже теперь только ленивый нфти что-нибудь не сделал так вот ну я тоже в том числе я у меня пока две работы я сделал просто одно я быстренько сам нарисовал санимировал выложил вторую там было чуть сложнее с анимацией я попросил знакомого товарища помощью с анимацией поэтому немножко затянулось все но в целом я вот еще планирую рисовать и выкладывать работы тоже так вот как создать инофти картинку я сейчас вам расскажу или не картинку что угодно это может быть музыкальный файл или видео файл в общем вы существуют с определенные сайты я про них тоже расскажу чуть позже например open sea rarible foundation нефти гейтвей самые популярные мы сейчас я расскажу как я на раре был создал потому что это самый такой сайт с низким порогом входа туда никаких инвайтов ничего не нужно туда просто приходишь и создаешь свою работу для того чтобы зайти авторизоваться на сайте вам нужен кошелек и эфирный кошелек какой-то для этого вам нужно скачать приложение на телефон быстро там зарегистрироваться ну это все довольно просто это будет может быть метамаск например сейчас он самый популярный и есть приложение для хрома которая через которое можно там легко все делать и вот и подписывать так сказать своим действиям потому что каждое действие в блокчейне нужно подписывать с помощью кошелька так вот вы заводите кошелек например метамаск с помощью этого кошелька авторизуетесь на сайте и вот у вас уже аккаунт создан также но там вы можете его там аватарку сделать все там все оформление как обычно на всех соцсетях только каждое действие нужно опять же подписывать через кошелек метамасков в том числе изменения там аватарки имени и прочим вот и там есть кнопка create создать то есть высшие щелкаете и у вас вылезают страницы где вы куда так же как на любой там не знаю арт-стейшн или на любой сайт где работы выставляются обычная вы загружаете туда свою работу пишите название описание пишите и там там типа там mail или превьюшка и сама как бы сам файл например непосредственно и все там больше ничего ну там выбирайте раздел искусства и все больше там ничего не надо вы щелкаете создать и у вас кошелек спрашивает вот это будет стоить например столько-то эфиров ну там какое-то количество не эфиров там 000 целых в столь то бишь например 100 долларов или там 50 50 долларов или там 70 долларов это называется газ это нужно для того чтобы произвести вот эту блокчейн операцию записать ваш вот этот nfc токен не заменим незаменяемый токен в эту блокчейн в эту сеть как сети то можно ну короче это довольно сложные такие то там расчеты и прочее это требует много энергии много электричества и это все стоит денег и поэтому вы платите газ и этот газ все время разные меняется в разные дни недели в разное время суток и прочее поэтому все время разная стоимость но вот я за 50 долларов примерно свои работы за одну и потом за 50 долларов вторую по моему разместил вот но я как бы особо не парюсь там не смотрю когда там ниже когда выше там за 100 долларов я бы конечно не стал когда он но ниже 50 я не знаю редко бывает наверное поэтому я смотрю увидел 50 50 и такое думаю и короче можно потратить но я сразу положил на этот эфирный кошелек там долларов 100 150 и вот на них как бы живу но плюс еще есть такое что эфир растет и у меня там я например сколько-то потратил долларов на газ а у меня так как эфир подрос у меня там опять к этой сумме чуть-чуть приползло например и я положил 150 долларов потратил из них 50 и через там месяц у меня 130 стало опять потому что эфир вырос вот на такой маленький плюс inside так скажем так ну вот и все вы это платите потом и создается вот этот ваш токен и он на этом сайте вы можете назначить ему потом цену вы можете назначить цену например какую-то что если кто-то ее с поставит но там как кауку сон по смыслу то есть есть какая-то цена но в целом люди могут делать ставки ниже могут делать выше в общем смысл создание nft это как выставить работу на аукцион какого-то искусства крипто искусством и люди могут ее увидеть и начать делать ставки делать ставки и вы можете соглашаться на эти ставки или не соглашаться один сделал ставку второй сделал ставку выше там еще еще и так можно дойти до высокой ставки вы можете поставить что например вы за какую-то цену уже сразу автоматически работу продаете это как вариант можете просто ждать и ждать ставок новых и новых вот как люди узнают о вас и увидят вашу работу там как ее продать непосредственно это уже такое дело интересное потому что потому что вам нужна какая-то аудитория вы совсем конечно вы можете прийти ноунеймом и это будет как сказать счастливый случай что у вас кто-то что-то купит но в целом это почти невозможно чаще всего вам нужно максимально также как-то продвигать как любую любую продажу в интернете через соцсети свои все кто сидит на этим на этих сайтах и нафте все пользуются твиттером instagram никто не пользуется то есть у меня в инстаграме довольно много людей но в твиттере не очень много уж я twitter никогда вообще не не развивала и не особо пользовался им интересовался вот но они все сидят в твиттере все люди и поэтому эти поэтому вся движуха там происходит и поэтому и промоутить там нужно и прочее 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 вот поэтому да вы рассказываете кидайте ссылку на свою работу есть русская нафте сообщества и нафте бастерс в телеграме очень крупная но прям у меня на глазах два раза выросла я когда пришел туда там 4000 человек было что уже довольно много сейчас там уже 10 или больше 1000 то есть видите как это все растет сколько людей интересуются сколько людей начинают что-то создавать выкладывать причем причем могут создавать выкладывать что угодно хоть любую закорючку любую гифку с собой не с собой любую видео вообще можно продать спокойно вот это с одной стороны интересно с другой стороны немножко много грязи создает то есть как в начале в интернете там в 90-х когда он появился туда стали люди много ноги сливать все подряд и получилась такая как сказать свалка она и сейчас интернет и сейчас свалка но сейчас какие-то там тропинки хотя бы вырисовались как по нему ходить и что находить вот раньше это вообще просто каждый кто во что на раз тот все и дел ну и сейчас то же самое сына в те происходит кто-то говорит что это пузырь и он скоро лопнет кто-то говорит что это никуда не уйдет это с нами навсегда и будущее за nfc и все все вся медиа все изображения будут nfc в будущем то есть все что вы будете создавать она будет подписываться с помощью крипто с помощью блокчейна и будет оставаться навсегда за вами вот и это в принципе мне кажется более вероятный вариант это точно все как-то изменится то есть не будут бесконечно эти работы и аукционы проходить вот но тем не менее это все очень интересно и вот на мы о плюсах и минусах этого всего поговорим чуть попозже сам так вот же где выставить работу нужно можно вот вы допустим нарисовали картинку какую-то или 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 видео сделали запилили или 3d какую-то штуку вот есть несколько сайтов их становится опять же больше и больше но вот основных несколько opens и один сайт называется там одно главное преимущество что там не нужно платить ни за регистрацию не за что не за выставление даже работ ты туда выставляешь работы и люди могут делать ставки если они у тебя покупают то ты уже тогда платишь газ вот этот который например на ради был нужно сразу платить что выставить ну естественно процент площадкам тоже всем нужно платить вот поэтому если у вас вообще нету денег вам срочно хочется пойти в nfc вы можете пойти на openc на выкладывать туда бесконечное количество работ их пытаться промоутить таким образом у вас люди будут что-то может быть купят за дешево может быть но вы получите деньги хотя бы на газ или еще на что-то и тогда вы уже можете на других площадках выставляться на openc это как бы вы во первых там видите все работы которые вообще с когда-либо создавались в nfc на любой площадке они там все это как openc открытое море то есть это смысл такой что это все видно там и в принципе там можно и купить но что еще хотел сказать а но из-за этого там очень много и там на из-за этого сложно там никакой нету ну а сами сами там не промоутят особо никого специально там никаких инструментов по поиску еще чего-то ну там такое примитивненько все мне кажется насколько я смог понять за это время вот второй сайт самый популярный для новичков это рарибл на рарибл вы платите этот газ чтобы выставить работу и и все у вас она появляется там и там люди ее могут покупать там довольно много людей сидит довольно много художников выставляются как начального уровня так и не очень начального всякие блогеры туда идут часто и прочее опять же потому что это первая самый простой шаг вот потом ну там есть уже там есть аукционы там есть первая страница где эти работы показываются если у вас какая-то там работа я не помню там если честно принцип какой но если у вас там какая-то движуха происходит то у вас может работа apam а вот там купе цены чуть-чуть снижаете на сколько-то там процентов то это работа может появиться на главной странице вот такой принцип но в целом труд трудно тоже чтобы появиться на главной странице опять же все за свой за свой счет вся реклама и прочее своими силами потом сайт foundation foundation туда уже нужно получить приглашение это не такой простой сайт это уже типа для профессионалов более-менее вот мне выслали туда приглашение я тоже там есть я собираюсь туда тоже выложит работу там но еще я его не особо исследовал говорят там довольно дорого это стоит выложить все то есть газ газ очень много там типа 150 долларов что ли нам или 100 долларов нужно платить чтобы одну работу выставить примерно вот что много вот и опять же там никакого discover ability то есть чтобы вас нашли нету но там есть прикольная фишка что в последние минуты аукциона ваша работа выползает на главную страницу там или куда-то в рекомендованы и у вас если кто-то делает ставку а там аукцион длится 24 часа по моему или что такое или 48 часов короче у вас если делают ставку то продлевается он на 15 минут по моему аукцион и так и опять появляется на главной странице таким образом ваша работа если она нравится если ее люди хотят покупать если нет то нет прошу все прошел аукцион и никто не купил допустим работу не знаю что потом с ней происходит а если кто-то делает ставки то она может так все время быть практически на главной странице на это и надежда потому что работа работу я хочу выложить туда и и долго до работы над ней тружусь и надеюсь что хорошо получится и вот хочу попробовать на foundation таким образом продать чтобы люди делали ставки аукцион аукцион как бы длился и длился но не знаю что из этого получится может быть ничего не получится опять же очень много народу даже там даже где по приглашениям поэтому это все конкуренция большая создает трудности но тем не менее потом нефти gateway это один из самых наверно главных и крупных сайтов вот именно там художник бипова продал свою работу именно там выставляются все самые крутые чуваки типа граймс и прочее 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 это уже сайт лет супер профессионалов туда тоже нужно за даже не приглашение нужно тебя они как бы сами туда нужно отправить заявку рассказав о себе насколько ты крутой художник и тогда может быть тебя позовут на этом сайте выставляться там каждый каждого художника происходит дроп то есть они там за несколько дней или часов объявляют что вот например в среду будет дроп картинки не знаю какого-нибудь музыканта или художника и и таким образом дополнительный хайп создают и туда все сбегаются в те кто коллекционеры и просто просто все желающие и таким образом там такие дикие цены получаются и получается что очень много зарабатывают люди вот это нефти gateway там меня пока еще нет но круто там бы было бы выставиться вот еще есть но он origin ну и еще там какие-то другие про них уже информации сейчас довольно много было бы желание все можно найти в интернете youtube видосы пожалуйста смотрите какие плюсы в этом в целом в движухе я вижу и какие минусы сейчас я постараюсь быстренько рассказать в общем плюсы мне кажется самый главный плюс это то что художники почувствовали что они могут получать деньги за свою работу раньше бедный голодный художник это прямо устойчивое выражение было это все все художники не очень хорошо жили зарабатывали не очень много им приходилось рисовать на заказ или еще что-то сама работа мало у кого ценилась были очень богатые те кто там современное искусство не знаю типа бэнкси там и все остальные вот у богатых так скажем успешных все покупали у бедный бедный никому не нужны были но это в принципе казалось бы вроде нормально но с другой стороны когда художники почувствовали что они могут что-то получить за свое творчество возник даже вот за эти какие-то два месяца столько такой большой всплеск в целом в искусстве столько работ прикольных я увидел столько всем как бы чтобы их работу купили увидели заметили прям стараются сделать очень делают крутые штуки даже те кто какие-то середнячки или еще что-то были не очень хорошие там работы делали они прямо стараются сделать делать крутые работы вот и в целом появилось очень много всякого искусства появилось много новых крутых творцов которых я никогда не видел и не знал и вообще за которым интересно следить было бы в дальнейшем и в целом дикий всплеск такой в творчестве мне кажется это всегда очень хорошо это дикий плюс у этой всей движухи даже если это будет пузырь и это все заглохнет все равно то что даже такой момент был это уже просто супер это волшебство какое-то что так произошло вот ну и в целом многие ведь художники реально заработали мои работы кстати тоже там они не продались пока потому что я их сам не продаю но у меня там сделали люди ставки 100 200 долларов за цифровую картинку которую я бы и так для инстаграма нарисовал бы и выложил мне кажется неплохо было бы получить вот короче то что раньше никак не ценилась сейчас с этого можно получить деньги причем возможно даже очень большие деньги и даже можно прям заработать и прожить на них возможно стало для художников наконец-то вот таким новым способом новым путем минусы у этого тоже есть мне одна из подписчиц написала в инстаграме я американу на английском американец или кто-то женщина помню что вот я разочарована что ты пошел в нфти искусство потому что это ведь такой народ носит дикий урон природе я такой что какой урон природе пошел гуглить про этом я заботился озадачился этим и пошел искать статьи на русском вообще ничего не нашел но нашел на английском то что на смысле на русском низком нашел на английском что действительно это вся движуха наносит довольно большой урон природе то что это тратит это поглощает очень-очень-очень много энергии которые нужно для того чтобы просчитать вот эти все операции скрипта валюты и вообще за чтобы занести ваш вот этот токен в вот этот блокчейн нужно сделать очень много операций криптовалютных которые сложных но не криптом просто каких-то сложных вычислений которые я короче все объясняю максимально простым языком вам насколько сам я это все понимаю без всяких чтобы и вас не загрузить и просто поэтому если вы разбираетесь лучше меня можете писать в комментариях можете не писать в комментариях видео уже записано она не изменится в общем это все вот эти все крипто операции не только с нфти а любые требуют очень больших затрат энергетических и вот эти фермы которые строят там где-то и они стоят они потребляют столько энергии как города какие-то и например есть счетчик счетчик сколько вы потратили электричество на вашу на ваши работы и сколько углекислого газа выбросилась из этих ферм которые производят это все в природу и например я посчитал что 170 килограмм газа выбросили мои две работы мои операции по крипто кошельку вот что примерно 200 килограмм потребляет человек европеец среднестатистический за год то есть я как бы выложив свои две работы поток сжег электричество сколько я больше на даже сколько чем сколько это все экономили сколько я за год сжигаю об этом я не знал и я немножко озаботился этим но другой стороны с другой стороны эти крипто операции все равно происходят и уже то есть любые крипто операцию требуют столько энергии неважно это работа моя или еще что-то или кто-то там покупает продает биткойны или еще что-то это все было очень много энергии тратит и принципе то и нафте тут не особо причем причем только то что такой хайп и вокруг этого все полезли туда естественно это всплеск такой произошел это все но в целом это блокчейн и bitcoin из уже очень давно с нами уже много лет это все происходит и только сейчас художники пришли в это искусство nfc им сразу же прилетело что вот nfc много потребляет энергии ну да но это это в целом блокчейн столько потребляет энергии тут я думаю что он никуда не уйдет можно просто не идти в nfc ничего не делать она будет все существовать и будут другие просто делать можно ждать допустим изобретение какого-нибудь квантового компьютера который будет эти операции супер быстро все считать и с меньшим количеством энергии не знаю как это работает но тем не менее или изобретение код альтернативных источников энергии либо можно просто ничего не делать вот либо и как бы это таки такой но что ничего не делать это вклад но я думаю что это никуда не уйдет и это все будет столько прогрессировать как же опять я сказал что все искусство будет скоро nfc потому что это слишком хороший способ как бы забить за собой это дельцы ну что вот эта картинка твоя поэтому вряд ли уже это куда-то уйдет я думаю что это будет набирать новые обороты я думаю что научиться как-то меньше это все надеюсь что меньше электричество тратить на это меньше урона природе наносить ну это немножко все похоже как первое там я не знаю паровозы появились и люди такие ой вы там уголь сжигаете счета из них черный дым идет это там плохо от него вонь стоит или машины первые бензиновые тоже тоже плохо и они как бы были с нами и загрязнили природу очень сильно но вот сейчас электрические машины придумали электрические машины тоже плохо тоже на электричество на выработку этого всего требуется много ресурсов я не знаю честно говоря ответа тут нет никого объективного но плюс у этого то что такой всплеск в творчестве и всплеск в целом в каких-то технологиях породила мне кажется очень хороший плюс вот и я все-таки оптимисты я надеюсь на лучшее на то что постепенно люди как бы будут это все изучаете туда вкладывать опять же в изучении инвестировать в в новые способы получения этих крипто валюты и может быть они в какой-то новый способ менее за менее для природы ущербный изобретут но это все вроде что я хотел рассказать если что спрашивайте пишите в комментарии там вопросики попытаюсь что-нибудь ответить если будет очень много вопрос если ничего никто не до сих пор не понял я про это буду еще видос запишу и в целом получается что это мой путь в современное искусство с чего я начал так как бы видео это укладывается очень хорошо в современное искусство все вот поэтому в принципе я наверное буду дальше про это видос тоже записывать и рассказывать как я выложу работу на foundation например как это все пойдет заработаю с чего-то с этого или только потрачу на этот газ деньги вот не знаю посмотрим вот но надеюсь я рассказал вам что-то что вы не знали и вам стало интересно и понятно все лучше чем было до этого всем спасибо большое пока